Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы хотим поговорить о Телемунда. Что же там творится, кто нынче на коне, а кому впору пойти и напиться с горем. Так, начнем с Триумфатор. Это, безусловно, программа Унуэва Диа, которая получила самую престижную телевизионную премию США Эмми, как лучшая утренняя программа. Ура, товарищи! Окупились деньги, потраченные на Адамаре Лопес. С другой стороны, это действительно очень круто. Телемунда теперь находится на новом уровне. Призер Эмми – это вам не новости у Рюпинска. Поздравляем! Кстати, в дружную компанию ведущих этой программы влилась Нейда Сандаваль, у которой уже два Эмми имеются. Телемунда пытается активно продвигать свои программы и сериалы по всему миру. Мы уже говорили о том, что Африка практически посажена на сериальный крючок. Теперь речь идет о Европе. Заключен контракт с Румынией о продаже пакета программ, среди которых новая новелла «Королева сердец». Эта новелла еще только снимается, но ее уже продали. Заключен контракт с испанской компанией «Арест Медиа» о трансляции телемундовских теленовелл на канале «Нова» на будущий 2015 год. Стоит заметить, что телевизу с испанских каналов фактически попросили. Рейтинги низковаты, экономически невыгодны мексиканские шедевры. Без объяснения причин было приостановлено шоу «Мисс Латина Универса». Премьера должна была быть 15 июня, но в эфир не пошла. Странно это. А теперь новеллы. Ничего особенно хорошего сказать мы не можем. Только Эль Синьор де ла Сьела срулит. Рейтинги 0.9-1. Говорят, что будет и третий сезон, а может быть и четвертый. Рафаэль Амайя, Кармен Белиалопес и Марлены Фавелла будут обеспечены работой по самое горло. Классное дело такие проекты. Можно пристроить кучу актеров. Главное, чтобы зрителям не надоело. А вот за зрителя ручаться никак нельзя. Казалось бы, беспроигрышный вариант. Переселение душ, любовь, коварство, ревность и месть. Словом, все, что было в одном из самых популярных телемундовских сериалов «Эль Куэрпо дель Десео». Все то же самое сейчас содержатся и в ремейке этой новеллы. «Эн Отрапиэль». Все? Да не все. То ли драйва не хватает, то ли сценарные изыски зрителям неинтересны, то ли актеры не дотягивают. Всем хороша Мария и Лиза Камарго. Только не для этой роли. Сальвадор Серинца в женском образе из нее получился слабоватый. Не сказать хуже. Никакущий. Хлопотать мордочкой еще не значит играть. Давид Чокайра старается как может. Похвально, конечно, но маловато будет. Корхи Луис Пила и Иванесса Вильела. Лучше помолчим. Заметим, что Пила явно подустал от работы, ведь не слазит с экранов. Качество, как говорится, налицо. В рейтинге днях 0.4 и 0.5 по большим пролетарским праздникам. Подсказала Ванессе ее знаменитое читье, которое подсказывало ей, в какие новеллы ходить, а в какие нет. Попало одним словом. Лаим Пастора тоже не хватает звезд с небес. Вполне возможно, что Себастьян Сурита, которого на Телемонда перетащила маменька Кристиан Бач, получил свою первую и последнюю главную роль. И не жалко его, прямо скажем. Камелия Стиханна, вопреки ожиданиям, показала результаты ниже среднего. Вот тут, если честно, не поняли. Сара Мальдонадо была вполне убедительна. Может быть, зрителям Эрик Хайзер не понравился. Зато он понравился начальству. И в награду будет сниматься в новелле Лос Мизераблес вместе с Арасиле Арамбу. Искали-искали Галана с собаками и нашли. А говорили ведь о Даниэле Аренасе. Но он предпочел телевизу. И что в итоге? Чинулись в другую крайность. Ну, начальству, как говорится, виднее. Что-то подсказывает нам, что успеха Патроны Арасиле может и не повторить. Ах да, негодяем будет Габриэль Парас. Уже отошедший от брачного фиаско и опять готовый сниматься хоть по 30 часов в сутки. Женщину-плохишку сыграет Айлин Мухико. Посмотрим, как сработаются две дамы Арасели и Айлин. Сдается, что драма будет не только на экране, но и за кадром. Начались съемки «Королевы сердец» с Паулой Нунис и Ухенью Сильвером. Негодяи там не подкачали. Хуан Салер и Катрин все отчетки. Что-что. А злыгню Катрин сыграет качественно. Уже завидуем героине Паулы. Хлеба нет, она горюшка. Думается, что смотреть будет интересно. Сюжет увлекательный. Нунис актрис очень крепкая. Внешностью бог не обидел. Все, что нужно для успеха, на первый взгляд есть. А там как повезет. Ну а теперь к будущим проектам. Мухер де Асера Нарконовелла, в которой должна была быть сниматься Сандра Эчевари. Но, как всегда, у Сандры что-то пошло не так. Не то не сошлись в цене, не то Сандра решила, что уже сходить замуж. А съемки никуда не убегут. Одним словом, вместо Сандры будет Бланка Сота. А Бланка подписала эксклюзивный контракт с Телемунда. И скоро мы увидим, как она справится с ролью женщины, подмявшей под себя наркоторговлю огромного региона. Судя по трейлеру, Бланка выглядит очень живописно. А вот как она сыграет, это уже очень большой вопрос. Пока что особых актерских талантов мы за ней не замечали. Еще одну нарконовеллу с мощным закосом в психологию скоро начнут снимать в Майами. Совместно с чилийской компанией TVI. Это Дуэньес Дель Параисса. Утверждены пока только Кейт Дель Кастильо и София Лама. Героиня Кейт будет дамой, неприятной во всех отношениях. Если у тебя муж наркобарон, хоть и покойный, характер у тебя должен быть суровым. Но это фигня, вопрос Кейт. Стервозность и сволочизм сыграет легко. На одной из главных ролей Конрада Сан-Мигеля пробуется Марио Семарро, которому роль так нравится, что он пошел на несвойственные ему поступки. Он просто попросил эту роль. Очень хочется Марио сыграть психопата, травмированного войной и занявшегося на досуге снабжения населения дурью. Можем его понять, играть есть что. Любовь тоже должна быть, но не сладкая, сиропная, а такая драйвовая. Косо посмотрел на предмет страсти и, пожалуй, утипулю в лоб. Это не страсти и мордасти на пустом месте изображать, как в море любви. Я тебя люблю, но замуж не пойду. И вообще уйди, противный. Почему? Я сама не знаю. Будем держать кулаки, чтобы Марио получил роль. Очень хочется посмотреть на его очередную работу. В то, что он сыграет на уровне, мы верим. Венсерема с Марио. И последняя новость на сегодня. Планируется ремейк «Пассион де Гвеланис». Как говорится, не ждали. Ну зачем? Ну что за зуд такой? Ну если так хочется искурочить шедевр, заезжите руки узлом на спине. Ну нет, сейчас на телемуду его окрестностях шестерых молодых, подчеркиваем, молодых актеров, которые были бы способны переиграть Симара, Гарсию, Эль Гата, Рэй, Брауна и Клаус. Да и другие актеры практически не переигрываемы. Кристина Лили, Хуан Пабло Шук, Хорхе Као, Лорена Муритана. Офигели вы там, граждане. Оставьте шедевр в покое. Нам огня в крови хватило. Все нервы истрепал нам этот гениальный сериал. А вот на этом вопле и закончим нашу передачу. Все на сегодня. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.